Эй-эй-эй-эй! Ну, типа, давно не виделись, да? Ну, всех приветствую на моем канале! Сегодня буду готовить два очень простых блюда с овоща, которые многие не любят. Это фенхель. Многие, я думаю, что из вас совершенно даже не знают, что с ним делать. А некоторые, если и пробовали, то сказали, что это не мой вкус, больше делать этого не буду. Ну, я вам сегодня покажу две вариации. В принципе, я тоже не особый любитель фенхеля, но, тем не менее, если приготовить его именно так, то он вполне съедобный. То есть, его раз-два раза в год можно вполне употреблять. Значит, первое блюдо мы будем делать с него антипасти. Это просто овощи, ну, как закуска, итальянская закуска. А второе, это будет салат с яблоком и с фенхелем. К нему мы сделаем соответствующий дрессинг, то есть, салатный соус. И все это я вам покажу, расскажу, объясню. Обязательно читайте мое описание внизу, то есть, рецептуру я по граммам все, действительно, по самым, по миллиграммам укажу, чтобы каждый понял, как это делается. Ну, возможно, придется приобрести весы, потому что я готовлю так, что комар носа не подточит. То есть, я не разбрасываю с продуктами налево-направо, я готовлю столько, чтобы приготовил и съел. Так, ну, для начала разберемся с антипастей. В общей сложности я купил для обоих рецептов всего два небольших фенхеля. Нам этого будет достаточно. То есть, два фенхеля понятно, немного меда. Немного сыра пармезан. Так, теперь я возьму краситель. Он называется... Они, в принципе, разные. Вы можете взять краситель, называется колоранты. Есть краситель, называется зафриппа, от слова зафран, шафран, зафриппа. Можно взять просто куркуму. Но если у кого-то вообще ничего нет, в принципе, можно даже отварить шелуху с лукой и взять ее. Но если даже и лука нет, то тогда просто порезать, то ничего страшного. Будет тогда у вас фенхель, который вы сделаете с него антипатей, немножко... Ну, немножко бледноватый. Скажем так, ему взбледнулось. В смысле, да, поблекло он станет. Так, и немного апельсинового сока. Так как сейчас не сезон вообще, я был в магазине, в принципе, апельсинов свежих нет. Поэтому я купил уже как бы свежевыжатый лимонный сок. Буквально немного я взял, то есть всего 0,33. Больше нам не нужно. То есть для двух блюд нам его вполне достаточно. По салату покажу продукты чуть попозже. Сначала разберемся с одним, потом перейдем к другому, чтобы мы не запутались. Ну что, приступаем. Значит, фенхель, фенхель. Вот эти отростки я их просто отрезаю. Эти отростки я не выброшу, так как в дальнейшем я буду готовить рыбный бульон. Они мне понадобятся. Это вы увидите в следующем видео буквально на днях. Так, фенхель с этой стороны немножко отрезаем, чуть-чуть буквально. Так, теперь мы будем нарезать фенхель, скажем так, миллиметров по 8. Сам вот этот кочерыжку, на которую он держится, мы ее вырезать не будем. Так, толщина примерно 8 миллиметров. Так, ну и от другого фенхеля мы возьмем тоже буквально две шайбы, больше не нужно. Все, этого нам достаточно. Так, что делаю я теперь? Так, теперь этот красивый краситель. Мы вообще пользуемся красителем этим на кухне довольно часто в качестве... Ну, если пишут там в меню, допустим, шафрановый рис. То есть, этой баночкой можно заварить хоть сколько хочешь. И запах, причем тоже запах шафрана. Стоит она копейки, а эффект колоссальный. Вот, посмотрите сами. Я надеюсь, что камера передаст его цвет. И он очень интенсивный цвет, такой хороший. Так, теперь я сделал всего один литр. Теперь я это все дело присолю, чтобы оно мне было посолено. Так как мы будем сейчас в фенхель примерно 10 минут варить. Так, пробую я на соль. Еще немного соли. Вода должна быть хорошо подсолена. То есть, как вы почувствовали, что у вас, скажем так, чувствуется, что у кого-то пересолено. Вот это значит тот момент, который вам нужен. Так, весь мой порезанный фенхель я укладываю на сковородку. Я взял специальную сковородку, потому что мне нужно, чтобы я его весь разместил, и чтобы у меня не ушло много бульона. Так, и сразу заливаю его бульоном. Он не должен у меня жариться или париться, или еще что-то. Моя задача заключается, чтобы его отварить, чтобы он взял цвет. Не более того. Ждем, пока закипит. И варить будем его примерно 10 минут. В этой кастрюльке я немножко... То есть, в этой кастрюле я выпарю апельсиновый сок. То есть, делаю редукцию, редуцирую его, чтобы его стало поменьше. И потом я его крахмалом загущу. Я взял кукурузного крахмала. Кстати, не указал в рецептуре, не сказал. Взял буквально чайную ложечку. Может быть, даже этого будет много, но я посмотрю по консистенции. Так, если мало ли у вас, когда вы загустили этот соус, он стал у вас слишком густой, то не добавляйте сюда ни воды, ни еще сока, ничего другого. То есть, при помощи погружного блендера вы можете все это дело исправить. Потому что он структуру крахмала, он ее разобьет. То есть, если вы будете непрерывно перебивать, он станет таким же жидким, каким и был ранее. Так, ну здесь у меня закипело. Я просто накрою крышечкой, пускай у меня потихонечку варится. Сахару я сюда ничего добавлять не буду, потому что у нас всего этого будет достаточно. Если мне понадобится немножко кислинки, я всегда могу добавить лимонного сока. Так, мой сок закипел, начал увариваться. Значит, я размешиваю буквально одну ложку, маленькую чайную ложечку крахмала. Смотрите так, чтобы крахмал растворился полностью, без комочков. И тоненькой струечкой буду выливать. Не торопясь, смотрите. Должна получиться вот такая консистенция густого сиропа, скажем так. Так, немного проварю, чтобы крахмал потерял свой вкус. Ну все, друзья, соус у меня готов. Я его отставляю в сторону, чтобы он остывал. Так, прошло 7 минут. Нет, еще немножко нужно. Еще немного фенхель нужно повариться. Просто если мы фенхель до конца не проварим, как положено, то он будет такой волокнистый. Он будет волокнистый и неприятный. Поэтому нужно его проварить. Если я его буду дать далее, я его буду запекать, то это, конечно, улучшит его судьбу. Но, тем не менее, он также останется волокнистым. Поэтому варим дальше. Так, ну вот, гонг у меня известил, что прошло 10 минут. Все. Фенхель готов. Воду я сливаю и оставляю его пока в сковороде. Так, следующее мое действие. Я беру против, в котором я буду его выпекать и выстилаю его. Бумага для выпечки. Для начала я добавлю буквально чуть-чуть воды. Просто воды, которую я потом вылью. Вот я вылил. Теперь бумагу я уже заранее вырезал. Просто вода для чего нужна, чтобы бумага хорошо села на противень и держалась. Наш фенхель я выкладываю на бумагу. Берем наш мед. И вот такими вот движениями. Готово. Так, теперь берем пармезан и каждую шайбочку фенхеля аккуратно посыпаем. Я заранее включил духовку. Но у меня максимально 230 градусов. Я при этой температуре и останусь. Максимально 230 градусов вверх-вниз. Но запекать я буду в более верхнем положении. Как долго я не знаю, потому что в домашних условиях я этот фенхель никогда не делал. Ну вот, в таком виде я фенхель помещаю в духовку на, ну скажем так, на 10 минут. Примерно. Я буду смотреть. Я в рецептуре укажу, как долго оно у меня было в духовке. Ну вот, друзья, у меня ушло на все про все. Поднесу поближе. На все про все 9 минут у меня заняла эта процедура. Ну, как говорится, у каждого духовка разная. Поэтому нужно все равно открывать, время от времени поглядывать. Так, ну, мой фенхель готов. Так, наш апельсиновый соус я просто выливаю полностью в тарелку. И фенхель укладываю. Так, чтобы он оказался в соусе. Так, ну, для красоты. То есть, перышки, которые у нас были, вот у фенхеля я их сейчас немножко обкромсал и посыпал. Теперь, всему этому, всей этой красоте нужно постоять, чтобы она остыла. Это блюдо естся холодным. В принципе, видите сами, что ничего сложного абсолютно нет. То есть, вы можете пойти в ресторан. Я даже не думаю, что где-нибудь в ресторане можете это попробовать. Потому что это, скажем так, мой авторский рецепт. Я очень скромный. Но, тем не менее, я его сам дорабатывал, сам его делал, поэтому... Ну, вот такое вот. Так, ну что, переходим к следующему блюду. Это отправляемся в холодильник. Да, совсем забыл еще добавить. В принципе, филе с апельсина сюда бы подошло как нельзя кстати. Но, как говорится, сейчас не сезонный, поэтому с апельсинами не очень. В принципе, я мог достать, но не захотел. А так, порезать чисто апельсин красиво, выложить будет очень хорошо. Ну, для следующего рецепта мне тоже понадобятся очень простые продукты, которые есть в любом доме. Кроме фенхеля, конечно. Из-за него мы, собственно говоря, и собрались. Значит, нам понадобится горчица. Нам понадобится лимон или лимонный сок. Нам понадобятся яблоки. Нам понадобится фенхель. Соль, сахар, перец, растительное масло, не оливковое растительное, 5% уксус и апельсиновый сок. Пропорции, как я уже говорил, все будут описаны в рецептуре. Так, для начала мы делаем дрессинг, то есть салатный соус. Значит так, друзья. Для соуса, смотрите, слушайте очень внимательно. Нам нужно получить эмульсию, то есть чтобы жидкость соединилась с маслом. Для этого делаем следующее. Уксус, горчицу, соль и сахар. Мы можем сразу все смешать. То есть, взять такую небольшую, не широкую, не какую-то там бадью. А чем уже, тем лучше. То есть, ну, чтобы помещался погрузной блендер. Видите, он не помещается. И начинаем перировать. Начинаем взбивать и начинаем потихонечку добавлять масло, пока масса не загустеет. Как мы увидим, что масса немного более-менее густая, начинаем добавлять апельсиновый сок. Вот я вам просто покажу. Надеюсь, будет более-менее видно, что масса стала густой. Вот сейчас я потихонечку начинаю добавлять апельсиновый сок. Только не апельсиновый сок ни в коем случае за раз. Потому что эмульсия может тогда развалиться у вас на глазах. И опять получится жидкая консистенция. И опять масло. Все, наша салатная заправка готова. То есть, у вас должна получиться равномерная консистенция. Ну что, переходим теперь непосредственно к салату. Потому что салатный соус у нас готов. Так, ну вот наш оставшийся фенхель. Обрезаем все, что темное, все, что не очень хорошо выглядит. Это мы обрезаем. Фенхель натюлящи перед обработкой. Натюлящи я. Фенхель непосредственно перед обработкой. Само-само, разумеется, нужно помыть. Я его половиню. Еще раз половиню. Еще раз половиню. Значит, я вырезаю у него... Я вырезаю ненужную кочерыжку. То есть, ее прекрасно видно. И теперь я нарезаю фенхель тонкой соломкой. Чем тонче, тем лучше. Так, фенхель у нас готов. Мы его чуть-чуть присолим. Чуть-чуть, буквально. Потому что соус у нас хорошо просоленный. Делаем следующее. Немного, слегка его разминаем. Руки я предварительно помыл. Сделайте то же самое. Или работайте в перчатках. Но так как я делаю это дома, поэтому я делаю для себя. Это ничего страшного. То есть, как правило, я работаю без перчаток с продуктами. С продуктами, которые я еще буду разогревать. Тогда в этом случае я работаю без перчаток. Ну вот. Фенхель у нас уже дал сок. Теперь приступаем к яблоку. Так. Яблоко очищаем от кожицы. Яблочко пополам. 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 Серединку вырезаем. Значит, яблоки. Я буду их делать, резать соломкой. Я их просто прорезаю вот так. Один или два раза. В зависимости от толщины яблока. Так. Возьму-ка я чашку побольше, чтобы мне было проще с ней работать. Чтобы мне было проще перемешать салат. Ну вот, собственно, ничего такого и не случилось. Значит, теперь добавляем в нашу заливку наш соус. Немножко перчика. Буквально чуть-чуть капельку лимонного сока. Ну вот, на сегодня я заканчиваю свой обзор. Надеюсь, вам понравилось что-то из того, что я приготовил. Если нет, пишите мне в комментариях, что не понравилось, что можно сделать лучше. Если да, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Может быть, это не обязательно. Но, тем не менее, мне будет приятно. Питайтесь застойно. Живите долго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok